Реальность это то, что не исчезает, когда перестаёшь в неё верить. Филипп Дик Учитель, разреши наш спор. Я считаю, что остеопатия не работает, ведь есть Кахрейновский обзор, доказывающий, что она не лучше, чем невмешательство. Ты права. Нет, остеопатия работает. Мне же помогает, мне становится лучше после сеансов с моим остеопатом. Ты тоже права. Нет, погоди. Так не может быть. Они не могут обе быть правы. Они же противоречны друг другу. И ты тоже прав. У каждого своя правда. Задумайся, когда ты думаешь о мире, это лишь убеждение у тебя в голове. Когда ты думаешь о том, что думают другие люди. Это тоже лишь убеждение у тебя в голове. Так что не существует ничего, кроме убеждения у тебя в голове. Привет. Вы на канале Боесятина, меня зовут Роман Ачисов, и мы тут пытаемся меньше ошибаться. Давайте попробуем разобраться, есть ли тут неправые. Сегодня мы поговорим об одной из самых полезных, на мой взгляд, идей из области рациональности. Это идея о том, что не все равно, во что верить. Идея о том, что мы можем ошибаться в своих убеждениях об окружающем мире. И это плохо. А предпринимать усилия для того, чтобы ошибаться меньше, это хорошо. В наш век, где в соцсетях астрология приравнивается к астрономии, а гомеопатия к онкологии, эта мысль, к сожалению, не так уж очевидна. Что ж, прогуляемся? Продолжение следует... Это дерево, и я признаю, что моя карта в этом месте неправильная. Могу и я оказаться прав, но чего произойти точно не может, так это то, что обе карты окажутся правильными. Мы не увидим два разных леса, а все потому, что карты не территория. Карты — это лишь образы. Они могут быть как точными, так и ошибочными. А главный судья здесь то, что мы увидим за поворотом. О, смотрите. Совершенно случайно прямо посередине леса стоит мольберца моей любимой картины Рене Магрита «Предательство образов». На картине изображена трубка, но сама картина трубкой не является. Это лишь образ, о чем нам заботливо сообщает автор вот этой подпихи. Какое чудесное совпадение. Наши убеждения об окружающем мире — это такие же карты. Это не реальность, а лишь ее образ у нас в голове. Они дают прогнозы и формируют наши ожидания о том, как кто-то или что-то себя поведет. Вот там жди холм, вот тут идет тропа, начальник, наверное, злится на меня, а вот этот аппарат крутится неспроста. На их основе мы планируем жизнь, но, как и карты, не все убеждения точны. И как и с картами, главным судьей для убеждений является реальность. Иногда мы в чем-то очень сильно уверены и сильно этого ждем, но происходит что-то другое. Вот тут-то и притаилась проблемка. Из-за когнитивного искажения под названием наивный реализм нам кажется, что мы видим мир напрямую. Нам кажется, что наши убеждения о реальности и есть реальность. Как я уже говорил в ролике про когнитивные искажения, мы легко признаем идею о том, что другие люди ошибаются и видят мир искаженно. Куда хуже обстоит ситуация с признанием собственной необъективности и неосведомленности. Но люди были бы не люди, если бы под это искажение не придумали специальную философию, которая его оправдывает. Даже две. Первая идея в этом ключе является философия солипсизма. Идея о том, что реально только то, во что ты веришь. Что нет ничего реального, кроме твоего сознания. Именно от радикальной формы этой философии пошли модные нынче аффирмации, ну знаете, фильм-секрет. Но настоящие солипсисты существуют только у себя в голове. Простите за каламбур, не удержался. Давайте познакомимся с куда более влиятельной на сегодняшний день философией. Имя ей – постмодернизм. И это буквально антирациональность. Постмодернизм зародился как протест против черно-белой картины мира, где все знания можно поделить на правильные и ложные. Постмодернисты довольно корректно указывали на наивность такого подхода. Возвращаясь к аналогии с картами, они критиковали идею об идеально точных картах. И это в целом здравая критика – карты и территория действительно всегда отличаются. Льюис Кэрролл в одном из своих произведений шутил на тему карты с масштабом километр в километре, то есть карты в реальную величину. Да, и убеждения, и научные модели всегда имеют некоторую степень неточности. Вот только постмодернисты идут дальше. Раз у нас нету идеальных карт, значит все карты равны. Философ Пол Фейрабен даже придумал для этого название – эпистемический анархизм. Мол, верь во что хочешь, и тебе за это ничего не будет. Я глубоко и стойко уверен, что правды не существует. Идея истины – это всего лишь уловка людей, чтобы навязывать другим свои убеждения. От этой идеи пришли в восторг адепты нью-эйджа, альтернативной медицины, оккультных практик и много еще кто. Еще бы, ведь подобная философия фактически приравнивает силу их магии и магию, зачаровывающую частицы, пролетать по 30-километровому кольцу 10 тысяч раз в секунду. Убеждения, согласно подобной философии, это не карты, нужные для того, чтобы эффективно передвигаться по территории, а скорее… одежда. Заходишь ты такой в магазин и думаешь, а во что сейчас модно верить? А что лучше подчеркнет мой образ? Постмодернизм отчаянно отстаивает идею о том, что ты можешь верить во что угодно. И это правда, ты можешь нарисовать любую карту. Не обязательно выходить из дома, можно даже ребенка попросить что-нибудь накалякать. Ну или поискать вдохновение у индийской богини на могиле. Кто я такой, чтобы ограничивать тебя в этой свободе? Я лишь хочу предупредить о возможных последствиях, ведь точные карты нравятся нам больше каракуль ребенка не просто так. Они имеют разную ценность. И вот почему. Во-первых, точные карты позволяют ставить цели, которые существуют на территории. Ну представьте, мы снаряжаем экспедицию или просто тратим весь отпуск в пути до красивейшего архитектурного сооружения. А придя на место, выясняем, что оно существует только на нашей неточной карте. Довольно досадно, вы и сами можете припомнить такие ситуации, но это закономерная расплата за неточные карты. Во-вторых, точные карты позволяют выбирать оптимальный маршрут. Если мы имеем достаточное количество информации о территории, мы можем сравнить различные пути достижения целей и выбрать наиболее подходящий. Причем, обратите внимание, чем больше у нас достоверной информации, тем более очевиден выбор маршрута. Даже если нашим выбором будет сложный маршрут, это все же будет выбор. Куда обиднее попасть на сложный маршрут интуитивно благодаря неточной карте и героически его преодолев, обнаружить короткий маршрут, по которому все уже давно прошли. В-третьих, точные карты делают территорию предсказуемее. Возможно, у нас еще нету цели и мы не строим какой-то конкретный маршрут. Но даже на прогулке хотелось бы снизить количество сюрпризов, потому что они могут быть как приятными, так и фатальными. Мы либо знаем, что за поворотом, либо нет. Предсказуемость важна, даже если мы собираемся просто сидеть на месте. Ведь территория непрерывно меняется, а если преуспеть в отрицании ценности точных карт, то можно не заметить ледник, пока он вежливо не попросит вас подвинуться. Здравствуйте, какой у вас вопрос? День добрый. У меня реально что-то барахлит. Сломалось, похоже. Да, поняла. Сейчас проверим. Все, проверили. За последние тринадцать восемь миллиардов лет в вашем мире не происходило ничего необычного. Вы точно зарегистрировали нарушение в работе реальности? Конечно. Реальность работает не так, как должна. Я же вижу. Ой, простите, я забыла спросить по скрипту. Вы являетесь клиентом реальности, она должна работать так, как вы желаете? Совершенно верно. Назовите, пожалуйста, номер договора. Что? Какой еще номер договора? У меня нет никакого договора. Ну, в таком случае реальность в праве отказать вам в оказании услуг по подстройке себя под ваши вкусы. Ведь такие требования не подкреплены юридически и не будут рассмотрены высшим судом мультиверса. И что мне делать? Реальность не совпадает с моими ожиданиями. Но мы ведь выяснили, что я не должна. Я могу предложить вам скачать бесплатное обновление своих убеждений, чтобы они соответствовали реальности. Но ведь тогда я буду ожидать не того, чего я хочу, а то, что произойдет. Да, так это и работает. Рада, что вы знакомы с принципами работы нашего продукта. Сейчас все сделаем. Я тут посмотрела. На вашем устройстве не хватит памяти и вычислительной мощности для записи полной версии реальности. Поэтому я предлагаю вам скачать пакет реальный слайд. Он обладает меньшей точностью, но все же будет чаще совпадать с реальностью, чем текущая пиратская версия. А его не абсолютная точность сохранит вам такое дорогое для вас ощущение неожиданности. Сбросить вам ссылку. Реальность не интересуется нашими убеждениями о том, как она должна работать. У нее просто нет такого механизма. Не происходит ничего напоминающего выборы, когда реальность опрашивают. А работает ли сегодня, по мнению людей, гравитация? Здравствуйте! Мы проводим телефонный опрос населения. Подскажите, верите ли вы в закон всемирного тяготения? Мы хотим решить включить его или нет? До открытия гравитации люди падали преимущественно вниз, как и сегодня. И это происходило вне зависимости от их убеждений. Это никак не может изменить ни силу нашей уверенности в убеждениях, ни количество людей, которые также уверены в чем-то. Если два инженера простят друг другу общие ошибки, обе собранные ими ракеты все равно не полетят. Даже если все инженеры мира соберутся и договорятся считать незначительными некоторые нарушения в сборке ракет, и Илон Маск даже напишет об этом в своих соцсетях, эти ракеты с ошибками все равно не полетят. Люди не решают, какими будут законы природы. Мы не придумываем точные карты, мы рисуем их, смотря на территорию. Так что идея о том, что никто не может быть абсолютно прав, и идея о том, что все правы в равной степени – не одно и то же. Да, идеальных моделей в науке нет. И в жизни мы не можем быть уверены в чем-то на 100%. Всегда есть некоторая неопределенность, и поэтому мы обречены ошибаться, ошибаться и еще раз ошибаться. Но мера этой самой неопределенности разная, что позволяет нам ошибаться меньше и меньше и меньше. Если мы этого, конечно, хотим. И как сказал фантаст Айзек Азимов, люди думали, что Земля плоская, и они заблуждались. Потом люди думали, что Земля идеально круглая, и они тоже заблуждались. Но думать, что первые и вторые заблуждались одинаково – это заблуждаться больше, чем все они вместе взятые. Их это понятное время. Их это не добраться. Их это не всё. Их это не просто.